В своё время Новоросский канал Юнион начинал и заканчивал выпуски вот этой фразой. Правду говорите легко и приятно. Смотрелось это примерно так же, как если бы проститутка со стажем вдруг начала рассказывать, что она главная девственница района. Сходство практически 100%. В общем, пока новороссы говорят типа правду, мы легко и приятно продолжим макать этих смешных в их же жалкие фейки. Тем более повод показательнее некуда. Очередная годовщина первого боя в Донецком аэропорту. 26 мая 2014 года начались активные боевые действия за контроль над стратегическим объектом Донецким аэропортом. С того дня прошло уже 7 лет. Хронологии и детали с каждым годом забываются всё сильнее. Собственно, этим и пользуются пропагандисты, переписывая историю буквально на коленке. Эта страница истории столицы ДНР самая печальная. День, когда война ворвалась в мирную жизнь. Теперь в интерпретации российской пропаганды всё максимально просто. Донецк жил мирной жизнью, но тут прилетели люфтваффы, укров и началась война. Украина подняла боевую авиацию и начала бомбить город-миллионник. Ну да, просто так. Ни с того ни с сего прилетели. А вот кадры типа мирного города, площадь Ленина. Целые машины вооружённых до зубов кадыровцев готовятся штурмовать международный аэропорт. Безумные бабушки, которые сейчас сидят на копеечной пенсии. Средняя пенсия в республике на данный момент составляет порядка 5 616 рублей. При довольно-таки высоких ценах на продукты питания и коммунальные услуги. Что практически вынуждает пенсионеров выживать. За чертой бедности, по официальным данным, сегодня уже 90% пенсионеров республики. И с пеной у рта бросаются даже на пропагандистов типа Маши Пироговой. Печально и обидно, когда тебе заявляют, что власти ДНР умышленно проводят геноцид пенсионеров. Лишив их средств к существованию, возможности приобрести элементарные продукты питания и вещи первой необходимости. Тогда крестили по наехавших кадыровцев, не особо понимая при этом, что этим кофиром крест до печки. Это крест на том украинском Донбассе, который многие так любили. Что было дальше, несложно вспомнить. Под руководством российского куратора и нынешнего кандидата в Госдуму по фамилии Бородай, до зубов вооруженные граждане России заняли международный аэропорт. А на крыше стратегически важного объекта кадыровцы оборудовали огневые точки. А теперь просто послушайте, какую божью рассу льют в глаза зрителям новоросские пропагандисты. Аэропорт тогда был взят ополчением. Они пришли с миром, поставили украинскую сторону, которая до этого занимала здание, в известность. Предупредили, что наносить вред не будут. Вот. Оказывается, вот эти вот кадыровцы пришли с миром. С миром, блин, русским. А еще с гранатометами АГС и далее по списку. Слушайте, а вот если условный правый сектор вот ровно так же в аэропорту Краснодара укрепится, угадайте с одного раза, что будут делать российские силовики? Планомерно уничтожать. В любой, еще раз, в любой стране мира захват международного аэропорта – это гарантированный штурм. И только не надо этих детских отмазок, мол, мы не хотели войны. Цель у ополченцев была одна – не допустить войну. Ну, во-первых, война к тому времени уже шла полным ходом. Под Славянском и Краматорском шли полноценные бои. А во-вторых, те, кто хочет мира, явно не стягивают в свой город такое количество вооруженных наемников. Хотя теперь они делают вид, что никаких кадыровцев и русских спецов вообще не было. Отсутствовала координация. Взявших тогда в руки оружие шахтеров, преподавателей и обычных работяг просто не хватало армейского опыта. Шахтеры, преподаватели, работяги – эту дичь просто невозможно слушать. Кто из них преподаватель, а? Вот этот, наверное? Спасибо, ребята! Добровольцы, афганцев, мусульман, которые приехали защищать. Да вы бы хоть имели уважение к крякнувшим за ваш русский мир бандитам. Им он в Подмосковье даже мемориальную доску установили. А вы все делаете вид, что никаких русских там не было. Кстати, просто посмотрите на эту табличку внимательнее. Тут четыре десятка граждан России, которые погибли в ходе всего одного боя. Сорок русских за один бой. Ну давайте расскажите нам еще о шахтерах и преподавателях. Отсутствовала координация взявших тогда в руки оружие шахтеров, преподавателей и обычных работяг. Так? Впрочем, потери 26 мая 2014 года пропагандисты признают. Но по привычке списывают все на зверства хунты. Мол, наши мальчики в трусиках были не готовы, а фашисты КАМАЗы с ранеными расстреливали. В тот же день украинские боевики из автоматов расстреляли КАМАЗ с ополченцами. Выпустили несколько сотен пуль. В живых не оставили никого. То есть годы идут, а жизнь файкометов ничему не учат. Как танцевали на костях своих ополченцев, так и танцуют. Они же, блин, отлично знают, что КАМАЗы с группой «Искра» расстреляли сами боевики. В чем неоднократно признавались. КАМАЗы были уничтожены, расстреляны, причем батальоном «Восток». КАМАЗы, они прошли необстрелянными через все боевые порядки. И накрыли их только люди Ходоковского уже на Путевском мосту. Чудаки приняли машины с ранеными за наступающих правосеков и банально накрыли их из гранатомета. Я спросил командира их, почему бы по нам начали стрелять. Он сказал, что с аэропорта выходят два КАМАЗа правосеков, всех уничтожили. А нам был приказ, что мы окружаем нацгвардии. Еще раз, это не мы говорим, а ваши звезды русской весны, очевидцы тех событий. Нас, грубо говоря, вывели друг на друга, просто подставили. И, конечно, что на Юнионе, что на Оплоте, что на Первом Республиканском, отлично знают, кто уничтожил группу ИСКО. Но правду сказать не разрешают. Хотя, ой, а как же быть с вот этим? Правду, говорите, легко и приятно. Что там? Не легко и не приятно об ИСКОРе рассказать? И о Кадыровцах? И о табличке в Подмосковье? И о том, как Донецк с приходом русского мира из европейского города превратился в большое село, где в 21 веке нет ни железной дороги, ни авиасообщения. Ну, это дикость, конечно. Я жаль, что мы не привыкли к таким простым обычным вещам, как самолет. Но жизнь этих упырей, кажется, ничему не научила. Если вы посмотрите новоросские каналы, то очень быстро поймете, что там не против освободить от нормальной жизни и ваши города. Вы хотите, не хотите. Многие здесь тысячи людей хотят домой вернуться. И они не будут у вас спрашивать, хотите вы или нет. Раз у вас такое настроение, говорю, то тогда, ну что, нам придется снести, а потом отстроиться назад и отслабить. Через день обещание выйти как минимум на границы Донецкой области. Нужно выйти на границы областей для того, чтобы остальная часть Украины подумала, что война уже там. А в целом в планах Киев и даже Ужгород. Нас, российских граждан на Нонбассе, уже полмиллиона. И если что, остановимся мы не в Киеве, не в Житомире, а сразу в Ургороде. Ну да, очень даже понимаем, в Донецке-то воровать уже нечего. А на подконтрольной территории и банкоматы не граблены, и магазины с бухлишком не тронуты. Даешь новые штурмы метро и амстора. Хотя на самом деле дело даже не в мародерств, о отжимах денег, техники и машин. Просто русский мир – это машина в прошлое. Без аэропорта, без железной дороги, без банкоматов, без спорта, без зарплат, без будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова